Ребят, всем привет, с вами Джамбу Макс и в этом видосе я хотел бы вам рассказать, какой минус при покупке именно на старте я увидел в Xbox Series X. Если что, это исключительно мое мнение, придерживаться я его не призываю, но если вы от этого тоже немного расстроитесь, то поддержите лайком. Перед началом ролика, как всегда, попрошу подписаться на канал, ну а также напишите в комментариях ваше мнение по поводу проблемы новизны, которую мы сегодня и обсудим. Если вам все равно на нее, то напишите мне пофиг. Если же чувство новизны вам важно, то напишите мне важно. Посмотрим, как разделится мнение и давайте начнем. Все мы знаем, что выход нового поколения консолей, а именно консолей Xbox Series X, запланирован на конец этого года. Многие, в том числе и я, уже просто не могут дождаться того дня, когда можно будет наконец-таки ее приобрести. Вообще, покупка новой консоли, а особенно Next Gen консоли, доставляет просто невероятные эмоции, поскольку это что-то новое, что-то крутое, что-то лучше того, что у тебя уже было. В свое время, если честно, я очень пожалел, что я не снял распаковку своих Xbox, поскольку, глядя на нее, можно было хотя бы сравнить эмоции от разных поколений, но сейчас чутка не об этом. Новизна, а именно чувство новизны. Именно этого, к сожалению, походу не будет в Xbox Series X, если купить его на старте. Да, для многих, может быть, этот фактор совершенно не важен, поскольку многие без проблем покупают Xbox с разными дизайнами, когда у них, в принципе, уже были Xbox. И если эти люди не коллекционеры, если честно, я не понимаю, зачем тогда они это делают. Если вы вдруг делаете так же, то объясните в комментариях, в чем смысл. А именно, в чем смысл покупать лимитированные издания, когда у тебя уже была такая же консоль, но в обычном издании. Как по мне, новизна консоли, чувство чего-то нового, кроется не только в дизайне самого корпуса консоли, на который при игре мы, по сути, не обращаем внимания, но еще и в системе, которая, опять же, к моему сожалению, будет такой же, как и на Xbox One, в геймпаде, который почти не будет отличаться от геймпада Xbox One, ну а также в играх, которые в большинстве своем будут доступны и на Xbox One, и на Xbox Series X. Если что, это не минус самой консоли. Не говорю, что она от этого будет как-то хуже, просто это некий недостаток при покупке чего-то нового. Почему я вообще считаю это минусом, и почему я так сильно акцентирую на этом внимание? Дело в том, что, как я сказал ранее, покупка Next Gen'а это некий праздник для геймера. Переход в Next Gen, именно по чувству, он всегда был и должен быть особенным, поскольку ты подсознательно понимаешь, что это совершенно новый продукт. Но у Xbox, к сожалению, такого не будет, а не будет этого из-за очень плавного перехода между поколениями. Даже, по сути, майки сами не ставят таких условий, чтобы вы прям сразу перебрались на Xbox Series X. И они, в принципе, не гонятся за тем, чтобы вам впарить новую консоль. У них цель – расширить аудиторию путем подписки Xbox Game Pass. Так скажем, чем больше будет подписчиков Xbox Game Pass, тем для Microsoft будет лучше, и им пофигу, играйте вы на Xbox One или на Xbox Series X. Опять же, эта стратегия очень хороша для тех, кто решил еще посидеть на старом поколении. Но для тех, кто хочет увидеть прям что-то новое, это минус. Знаете, этот минус я прочухал еще тогда, когда я купил Xbox One S. Да, напоминаю вам, что у меня две консоли, Fatka и S, и вторую консоль мы купили для того, чтобы играть вместе по сети. Ну и для того, чтобы было удобнее брать Xbox в дорогу. Так вот, когда мы приобрели S-версию, какого-то вау-эффекта или чувства того, что мы купили что-то новое и прикольное, не было. Так как, если логически подумать, мы купили еще раз то же самое. Тот же Xbox One, но только поменьше. У Xbox Series X, возможно, будет такое же чувство, поскольку глобальных изменений, кроме, конечно же, самого дизайна, не будет. Если что, я сейчас не трогаю железо и ежу, понятно, что оно будет мощнее и картинка при помощи него будет сочнее. Но это не тот элемент, который бы отвечал за новизну, поскольку само железо ты не видишь, ты лишь ощущаешь его работу. Знаете, при покупке Xbox Series X, скорее всего, создастся впечатление, что ты просто апгрейднул ПК. Вроде как ничего не изменилось, но он стал шустрее. И показывает картинку намного лучше. Что касаемо системы, а именно дашборда. Он будет такой же, как и на Xbox One. Да, возможно, он будет новый, с новым магазином, но для тех, у кого Xbox OnFight, S или X-версия, этот дашборд, скорее всего, новым являться не будет, поскольку на старых консолях будет практически то же самое. По информации сети, отличия будут очень маленькими и заметят их лишь немногие. На мой взгляд, это минус. И минус, скорее всего, эмоциональный, поскольку Xbox взял политику как у смартфонов. То есть, какую бы версию айфона ты бы не купил, операционка будет практически одна и та же. Да, версии прошивок немного отличаются, но они настолько минимальны, что это не вызывает чувство нового продукта, будто ты купил совершенно новый телефон. Да, Series X уже заведется при таком же Даше новыми функциями, которые будут доступны только для Series. Но, опять же, это не совсем то, что бы, к примеру, я хотел бы получить от нового поколения консолей, поскольку новой функцией станет лишь, по-моему, быстрое переключение между играми. И да, если дашборд будет старый, то, по сути, будет перезапуск моего видео про лайфхаки Xbox One. Но только они будут под Xbox Series X, и они будут такими же, как и для Xbox One. Ибо системы и возможности будут практически такие же. То есть, каких-то невероятных новых функций мы вряд ли увидим. Да, у старого дашборда есть плюсы, а именно то, что, по ходу, сохранится функция домашней консоли. То, что к нему не придется привыкать, но есть и опасения. Больше всего я, кстати, боюсь именно за то, что дашборд на Series X будет притормаживать так же, как и везде. Да, опять же, по информации, скорость должна быть в разы лучше, но майки, спустя столько лет, дашборд не особо могут. И вдобавок минусов, именно старого дашборда отнесут те же самые возможности. Вряд ли, к примеру, на Series X они сделают возможность стриминга на YouTube и тому подобное. Но самое обидное то, что при первом включении консоли, кроме, конечно же, новой заставки, загрузки, чего-то нового будет заметить очень сложно. Вот вам как пример. Та-дам! И вроде бы ты включил старый свой Xbox. Если что, это реально загрузка заставки нового Xbox, а также звук. Кстати, если поразмышлять на тему дашборда, то можно предположить, что одинаковый дашборд у Xbox будет лишь пока что. И в дальнейшем нас ждет, что Xbox One просто перестанет получать новый интерфейс и, возможно, какие-то новые функции по типу анимированных тем. Затрагивая, опять же, смартфоны, раньше было прикольнее тем, что каждый новый телефон отличался системой, что давало просто офигенные эмоции. Ты сидишь, ковыряешься, ищешь новые функции. И с покупкой Xbox One после Xbox 360 было то же самое. Ребят, признаться, когда я включил Xbox One, я копался в нем 24 на 7, поскольку мне интересно копаться в возможностях кастомизации, в удобстве настроек, вкладок. И самое главное, мне очень нравилось искать новые функции, которых не было раньше, и пользоваться ими. Тот же снэп, который пропал с радаров. После Xbox 360 я просто офигел от того, что можно делать два дела сразу. Во что-нибудь играть и что-нибудь смотреть. Опять же, мне это придавало просто невероятно какие-то эмоции и чувства новизны, но Xbox Series X, походу, этого не будет. Многие скажут, блин, ну если там будет то же самое, то смысл тогда вообще на него переходить. На мой взгляд, в данном случае перебраться на Series X на старте стоит лишь из-за того, что если вы хотите увидеть графон, еще лучше, чем был он на One X, то есть там получить 4К, 120 FPS и прочие штуки. И, наверное, чтобы поиграть в игры, которые не будут доступны на старом поколении. Но на старте их, скорее всего, будет немного. Плюс к этому переход на Series X обосновывается тем, что вы это делаете для того, чтобы играть в игры еще лет 7-10 и не париться. А в остальном, кроме, конечно же, спецэффектов в играх, скорости загрузок экрана, мощности, чуть измененного геймпада и самого дизайна консоли, это будет тот же Xbox One, который сейчас имеется у многих. Да, очень надеюсь, что майки добавят еще каких-нибудь новых функций или как-нибудь вернуть снэп для новой консоли. Но сделают ли это, нам неизвестно. Остается лишь ждать и смотреть уже по факту. В общем, такое вот мнение. Если вам вдруг тоже важно чувство новизны, то плюсаните в комментарии. Если вам понравился видосик, то не забывая поставить лайк, подписаться на канал. И большое спасибо вам за просмотр. До новых встреч. Так, ребят, после этих слов ничего такого интересного не будет. Просто я видос доведу до алгоритма, чтобы он продвигался. Спасибо за понимание и все. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok